Для начала, в начале темы, информация рассекречена в перестройку. Кстати, перестройкой было названо предательство основ СССР. Не будь этой перестройки, не было бы и событий в Прибалтике и Грузии, никуда бы они не убежали. Перестрелки в Таджикистане, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Чечне, Дагестане и на Украине. Половина Германии по-прежнему была бы нашей, и часть Европы была бы по-прежнему лояльной СССР, Варшавским договором. Все сидели бы тихо и колебались бы вместе с линией партии. Но это, к слову, сейчас о другом. Летом 1982 года начальник водолазной службы войск Министерства обороны СССР, генерал-майор В. Демьяненко, на окружных сборах разбирал действия коллег. Незадолго до этого на западном берегу Байкала водолазы-разведчики во время учебно-боевых погружений в студеной воде озера неоднократно встречали неведомых подводных пловцов в облегающих серебристых комбинезонах, во всем схожих с людьми, но огромного, почти трехметрового роста. На глубинах, около 50 метров, они не имели ни аквалангов, никаких бы то ни было иных аппаратов, только шаровидный шлем, скрывавший голову. Передвигались с большой скоростью, наблюдая за районом спусков. Встревоженное командование решило задержать неопознанных ныряльщиков, для чего семь водолазов во главе с офицером попытались набросить сеть на одного из них. Результат операции был плачевным, все нападающие были выброшены на поверхность воды каким-то мощным импульсом. Из-за резкого перепада давления и кессонной болезни вся группа серьезно пострадала. Четверо стали инвалидами, трое погибли. Вскоре после этого случая вышел соответствующий приказ главкома сухопутных войск, где критиковалась самодеятельность подводников, якобы они сами по себе это делали, сибирского и забайкальского округов, и где среди прочего перечислялись глубоководные озера, в которых подводникам следует быть осторожными, так как в этих озерах наблюдались спуски и всплытия дисков и шаров, подводное свечение и другие аномальные явления. Описанный случай является единственным из известных контактов ВМФ с аномальными явлениями, повлекшими человеческие жертвы. В апреле 1955 года в крематории Юинга близ Трентона родственники Эйнштейна вместе с прахом умершего развеяли по ветру пепел от какой-то рукописи. Последние работы знаменитого ученого действительно позже так и не были найдены. Ни у кого не вызывает сомнения, что Альберт Эйнштейн, известный своими пацифистскими настроениями, вполне мог бы уничтожить свои работы, если бы счел их опасными для людей. Какой же опасности испугался человек, подаривший миру, пусть даже против своей воли, не что-нибудь, а атомную бомбу? По свидетельству астрофизика Морриса Джессупа, перед смертью Эйнштейн пытался теоретически расшифровать результаты эксперимента 1943 года с эсминцем Элдридж, в котором использовались магнитные генераторы с большой частотой, создававшие вокруг корабля поле чудовищной напряженности. Военные в данном грандиозном эксперименте преследовали цель получить прибор, делающий боевые корабли невидимыми для противника. Но результаты опыта превзошли все ожидания. Корабль исчез с глаз наблюдателей и с экрана радаров. При этом якобы его появление как бы из воздуха наблюдали на значительном расстоянии от Филадельфии. Эксперимент посчитали почти удачным, когда эсминец вновь возник на прежнем месте. Однако для экипажа корабля он завершился трагически. Матросы обезумели от целой цепочки трагических происшествий, случившихся на борту. Люди как бы замерзали, застывали в одной позе, выпадали из нашего времени, растворялись в воздухе и даже сгорали заживо, без всяких видимых причин. Очевидцами трагедии стали матросы с корабля сопровождения Эндрю Фьюрист и портовые служащие. И вскоре информация об этом просочилась в газету. Однако военное ведомство очень быстро засекретило все сведения, так или иначе касающиеся Элдриджа. Трехлетнее расследование Джессупом этой таинственной истории происходило в полном соответствии с законами детективного жанра. Исчезали документы, замолкали разговорившиеся свидетели. В 1959 году, когда Джессуп вышел на очевидца трагедии К. Альенде, ему посоветовали прекратить свое занятие. Вскоре ученого нашли задохнувшимися газами в собственной машине. По всей видимости, сами того не желая, военные в эксперименте столкнулись с эффектами изменения пространства-времени, возникающими в мощных резонансных магнитных полях. Резкое замедление времени около ничем не защищенных людей и оказало на них губительное воздействие. Из анализа рассказов очевидцев следует, что даже через много часов после окончания эксперимента личное время любого из участников могло вдруг остановиться. При нулевой скорости биологического времени эти люди для стороннего наблюдателя казались умершими, либо находящимися в литургическом сне. Аналогичное «выпадание» из времени наблюдалось и при работе людей в мощных полях, возникающих вблизи эпицентра ядерного взрыва. В Семипалатинске долгое время наблюдалось у людей болезнь доктора Жарова, в скобках, или рассыпание, названное так в честь доктора Жарова, занимавшегося препарированием баранов, погибших от взрыва. Рассыпавшихся людей, которые по нескольку суток не дышали и не двигались, поначалу хоронили, а после какого-то открытия Жарова им стали давать возможность отлежаться. И «трупы» через несколько дней оживали. Неоднажды переболевший рассыпанием С.А. Алексеенко так описывал свои ощущения. «Последнее ощущение, будто кто-то выдернул вилку из розетки, и ты перестал существовать». Аналогичное профессиональное заболевание на фирме «Глокхит» было замечено среди сборщиков самолетов-невидимок «Стелс», работающих со специальным сверхсекретным покрытием корпуса, тоже, кстати, невидимым для радаров. Очевидно, что в машине времени, где мощность электромагнитных полей также должна достигать значительных величин, вероятность заболеть рассыпанием совсем не исключена. Но болезнь доктора Жарова далеко не единственный неприятный сюрприз, ожидающий нас при вторжении во время. С большой буквы. Вспомним, что и на Элдридже все погибшие имели далеко не одинаковый диагноз. Опыты с моделями машины времени пока не подтвердили связи болезни выпадания и самовозгорания с изменениями времени, возможно, из небольших величин таких перемещений. Зато все остальные симптомы были налицо. В частности, это касается характерного внутреннего зуда кожи, описание которого встречается у сборщиков самолетов «Стелс» и у участников эксперимента с Элдриджем. Эксперименты над людьми изначально не планировались. Тем не менее, такой зуд появился на моей правой руке почти сразу после начала обычных опытов с перемещением животных во времени. В этой первой серии погибли все, без исключения биологические объекты – мыши, насекомые, которым «посчастливилось» перемещаться во времени на доли секунды. Живые организмы губило не столько перемещение во времени, сколько неравномерность хода времени на различных участках тела. Если когда-нибудь будет создана инструкция по технике безопасности для путешественников во времени, то первым пунктом в ней будет следующее правило. Все изменения времени во всех частях человеческого организма должны происходить строго синхронно. Животных в опыте помещали внутрь электромагнитной сферы машины времени. Пока крышка люка сферы находилась в закрытом положении, условие синхронности соблюдалось, но оно нарушалось, как только крышку приподнимали для контроля. И чем чаще лаборанты волновались за здоровье подопытных и заглядывали через люк внутрь, тем быстрее подопытные животные сводили счеты жизни. Всех спасла мышка по имени номер 7. Она выжила только потому, что о ее жизни как раз никто не волновался. После этого экспериментальную установку уже никогда не открывали во время ее работы, благодаря чему мор мышей прекратился, а зуд прошел сам собой. Чем мог закончиться этот небезобидный симптом, знали только члены экипажа Элдриджа. Вторым пунктом в ненаписанной инструкции по технике безопасности значится предостережение не подходить близко к работающей машине времени. В полной мере этот совет относится к тем, кто мечтает незаметно подобраться к таинственным НЛО. У совершивших такой смелый, но безрассудный поступок нередко появляются признаки беспричинного страха, ожоги, головная боль, зуд, словом, налицо весь букет симптомов болезни Элдриджа. У филадельфийского эксперимента и НЛО есть еще одно общее свойство. Перед исчезновением эсминца очевидцы видели, как он опутался странным туманом. Точно такой же туман окружает иногда неопознанные объекты в полете. Чем является на самом деле этот туман, сказать трудно. Внешне он напоминает обычный, но почти не подчиняется воздействию ветра и имеет не слишком естественную плотность и цвет. Возможно, опасения наши излишни. И этот туман самый обычный, или почти обычный, из нормального водяного пары, концентрацию которого вызывает какое-либо внешнее воздействие, например, изменение хода времени. Но не исключено, что мы и здесь имеем дело с какой-то особой, ранее неизвестной, субстанцией. Зловещая тайна окружает этот странный туман. Его часто наблюдают в так называемых гиблых и чертовых местах. В колодце богини Бхайраби на севере Индии, на чертовом кладбище, двухсотметровой Г-образной поляне без травы, но с обугленными деревьями и тушами животных по краям, в Кижемском районе Красноярского края, на непосещаемом местными жителями трехсотметровом могильном мысе, в острове Барсакельмес, и в других местах, где зафиксированы аномалии в ходе часов. Вспомним, что прежде, чем пропасть навсегда в Бермудском треугольнике, пятерка самолетов Avenger 5 декабря 1945 года также залетела в очень белый туман. Действительно, отмечены случаи, когда после нахождения в подобном неуловимо странном тумане всего несколько минут, люди выходили из него через часы, а то и спустя сутки, но ведь выходили же, так стоит ли бояться обычного атмосферного явления? Все, что может плохого с нами случиться, заблудится на местности и во времени. Действительно, во время опытов с машиной времени несколько раз над экспериментальной установкой и вокруг нее появлялась неуловимо слабая непонятная дымка. Моменты появления этого тумана совпадали со временем выхода установки на максимальную мощность, причем привыкшие к темноте глаза замечали белые клубы даже после выключения внешнего освещения. Теоретически, это явление вполне можно объяснить, например, тем, что свободные фотоны света появляются из-за аннигиляции виртуальных частиц кипящего в кавычках вакуума, то есть появляющихся и пропадающих почти мгновенно элементарных частиц в паре с античастицами после увеличения времени их жизни на границе сред с разным временем. Не от того ли, что зловещий туман слегка светится, очевидцы описывали его как неуловимо непонятный. Ко всему этому остается добавить, что благодаря своевременно принятым мерам предосторожности туман времени или хронотуман называйте, как хотите, вреда не причинил никому. Дальнейшее увеличение мощности скажется очевидно и на величине вероятных и непредсказуемых последствий. Осторожность, которая требуется в подходе к проблеме машины времени, обусловлена еще одним немаловажным фактором. было бы весьма прискорбным использовать новое фантастическое средство во вред человечеству, соорудив из машины времени изочаренная система вооружения. Еще не было в истории такого изобретения, которое военные не могли использовать во вред себе подобным. При соответствующем неандертальском подходе к машине времени и из нее можно соорудить орудие смерти. Намеренно опускаю все технические подробности. 11 октября 1939 года Эйнштейн из опасения, что фашисты начали работу по созданию атомной бомбы, подписал письмо президенту Рузвельту с предложением начать аналогичные работы по созданию супербомбы. Через шесть лет титанического труда эта бомба была готова, как касалось Эйнштейну, во благо мира. 6 августа 1945 года летчик-капитан Робин Левис на Марианских островах погрузил на свой бомбардировщик, доставленный крейсером Индианополис, страшный груз и взял курс на Хиросиму. Через много лет Левис приедет в этот город вымаливать убого прощения за содеянное, но тогда в 8 часов 15 минут утра он просто нажал на кнопку сброс. Отдыхающий на озере Сарамак на своей парусной яхте Альберт Эйнштейн узнал об этой чудовищной и бессмысленной акции по радио от ужаса у него так сдавило горло, что он смог только произнести «О горе!» Позже он добавил «Открытие деления урана угрожает цивилизации людям не более чем изобретение спички. Дальнейшее развитие человечества зависит от его моральных устоев, а не от уровня технических достижений. Решение этой проблемы в сердцах людей он не оправдывался. Свою часть вины он прекрасно осознавал. Атомный джинн был уже выпущен из бутылки. Но в руках Эйнштейна было кое-что помощнее эффекты изменения времени пространства. Проявившиеся в филадельфийском эксперименте позволяли неразумным военным заполучить в свои руки оружие, рядом с которым атомная бомба могла бы показаться детской хлопушкой. Возможно, именно тогда Эйнштейн поклялся, что результаты его изысканий в области физики времени никогда не станут достоянием гласности. Как бы то ни было, через десять лет, когда его слабеющая рука поднесла спичку к рукописи, он наверняка подумал, еще не время. Страшно представить, что произошло бы, если бы он не сделал этого. Впереди была холодная война и гонка вооружений. Страшный урок нам всем. Рукописи не горят. Говорят, что пришельцы тщательно следят и контролируют наше развитие время от времени, изымая опасные игрушки. Но технический прогресс не останавливается. Это были отрывки из книги «Существуют вопреки логике». На изображении не обложка книги. Автор Вадим Александрович Чернобров. И ссылка на источник. Вадим Чернобров проводил эксперименты с машиной времени. И плейлист «Вадим Чернобров рассказы 11 видео озвученные мной». В одном из недавних видео есть фотографии машины времени Черноброва. Их также предостаточно в сети. На этом всего-всего хорошего. Читайте книги. С ними интересней жить. Юрий Шатохин Канал Веб-Рассказ Новосибирск. Все ссылки как обычно будут в описании и в комментариях. До свидания. Редактор субтитров